Welcome, welcome, welcome. Любопытный, правда, факт. Видимо, Риппера это так же сильно раззадорило, то что контракт потратил уйму времени на расфит импакта, и импакт никакого импакта не ввел в игру, вы уж извините за такой каламбур. И Рэй у нас выходит на топ-лейнер Рэй, который был еще неделю назад в больнице, который, как по словам Риппера, только-только приступил снова к игре, то есть человек в больнице пролежал там неделю или сколько, и там 3-4 дня, наверное, только из дома, только домой попал, ну не домой, а в буткемп. Ну вот по лицу вроде у него все хорошо. Нам не говорили, какие проблемы у него были, то есть это не оглашалось. А где контракт с D.O. Cloud9 играл? Я тебя удивлю, он играл в Cloud9 всегда. Он играл в команде Cloud9 Challenger, сразу же из Challenger попал в команду Cloud9 Challenger, получил MVP джанглера в Challenger, сразу же его оттуда забрала команда Cloud9 себе, а флайквесты, ну которые команда Cloud9 Challenger, они себе взяли Муна, который бродил бедно и одинешенько после LCS и не знал, куда себя деть после одного неудачного сплита. Ну а контракт в следующем же сплите за команду Cloud9 получил MVP новичка, то есть новичок сезона. Ну, как я уже говорил, в Америке с новичками сезона довольно просто. Если ты новичок сезона и до конца сезона доиграешь, скорее всего ты получишь лучшего новичка сезона. Дело в том, что их тупо нет, у этих новичков. А там кто спрашивал, я из Риги, ну и продолжай смотреть, может еще чему-нибудь научишься. Там парень на латышском спрашивал, я все читал, все видел. По поводу разборок, давайте, ребят, есть личка, есть личка. В следующий раз я отберу модерку, забаню обоих, не буду вообще церемониться, отберу модерку и забаню обоих. Есть личка, в личке можно общаться на эту тему. Вначале можете поговорить здесь, в общем чате, если в общем чате вы понимаете, что договориться ни для чего не можете, уходим в личку и там общаемся. Есть еще черный список, кстати говоря, добавляете человека, не видите от него сообщения, если вам кажется, что он пишет не совсем умные вещи. Можно клоунайном нормального топера завести, а то у них какие-то, у них совсем унылые. Да, есть еще Боллс в команде FlyQuest, но я думаю, эти уж получше будут. Хотя у Боллса есть пентакилл на чемпионате мира. Знаете, единицы могут похвастаться вообще-то таким. Черный список на модера не работает. Ну, я так понимаю, ты-то можешь себя, ты же сам мне сейчас личку писал, что ты-то можешь себя сдержать. Давайте на Мальвину лучше посмотрим, какая Мальвинка там ходит у нас за тренером команды TSM. Мальвиночка такая, я бы ее перекрасил. А вы бы ее перекрасили? И как часто перекрашивали бы ее? Ну ладно, поехали. Клоунайна у нас теперь на си... Всегда я сбиваюсь, ребят, когда... Ну, команда, которая на красной стороне, она синего цвета, я всегда говорю, команда на синей стороне. Ошибся. Команда Клоунайна на красной стороне, TSM фиолетовые. Они на синей стороне. В молочный цвет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Полегче. TSM, Клоунайна 6-2, 5-3. Мальвино на лицо не очень. Ничего себе. Нерон аут. И там еще. 300 секунд этому человеку. Налицо. Ему азиаточки не нравятся. Белотов Вейкс Металлокс. Спасибо. Time for Angelus. Он нам пожелал удачи и в дальнейшем. First pick, джин. Вот такой вот интересный ход от команды TSM. Нам показывали урон из предыдущей игры. Бьерксон нанес x4 урона, по-моему, от дабллифта. У дабллифта было 8000 урона, у Бьерксона 24 или 25, что-то такое. Ну, это почти в 4 раза больше урона, чем дабллифт на джинне нанес. С них я, кстати, передамажил джина, только от этого толку было маловато. Команда Клоунайна вообще нанесла гораздо больше урона, чем TSM. Интересный факт. Клоунайна снова не забанили Лисина. Но забрали зато Ариану себе в карман. Напоминаю, что Лисин от Свен Скеррина – это единственный чемпион, на котором у него винрейт выше 60%. И это учитывая, что он играет за команду, которая регулярно занимает первое-второе место на чемпионатах Америки. Вы понимаете, первое-второе место регулярно занимает, и только один чемпион у него есть с винрейтом выше 60%. Это Лисин, у него в этом году 10-1. 10 побед, 1 поражение. Вот такой вот интересный игрочок. И Лизу забирает с Фен Скеррином, боится он играть Лисином против Грагаса, и, наверное, он прав. Ну, а так как Клоунайны очень рано забрали Ариану себе в карман, и здесь я точно знаю винрейт Арианы у Дженсона. Совсем недавно я его смотрел. У Дженсона 89% винрейт на этом чемпионате, и было вроде бы 9-1. Если я не ошибаюсь, 89% это 10-1, 89, да? Не, подождите. 89% это 11-2. 11-2, значит. 11-2 или 12-2, вот что-то в этом роде. Вот такой вот у него винрейт, то есть Дженсону отдавать Ариану категорически нельзя. Но, в общем-то, это касается и Бьорксона. Элиза от Свин Скеррина. Не помню, что у него там по Элизе, но видим мы, что Смуте еще одно подкидывание берет. Видимо, Клоунайны собирается выстраивать комбинацию фулл-хауса. Ух ты ж! Елена 7676. Вы даже не знаете, что она послала. А я знаю, что она послала. Я даже себе представить не мог. Вы же точно не знаете, да? Сейчас я посмотрю. Да, вы не знаете, что она послала. Хотите увидеть, ребят? Там ссылка будет, на ссылку вы все равно нажать не сможете. Вы просто поржете. Обычно, знаете, вот такие вот приходят боты, которые посылают сообщения. Это боты, связанные с Лигой Легенд, как заработать быстро деньги. А здесь... Прямо вот в точку угадало. Сегодня у нас в чате как раз вот таких пацанов, видимо. Прямо вот в точку угадало. Кто не успел прочитать, нажмите паузу или перемотайте. Успейте прочитать, что там было. Ссылка все равно удалена. На нее нажать нельзя, но она молодец. У меня не видно. А я знаю, почему у тебя не видно территорию SXD. Все потому, что у тебя с этим проблемы. Ну, я просто реально удивился, как это вообще сюда проникло. То есть, как этот бот сюда проник? Так как решить эту проблему, подскажешь? Нет, нет, не буду подсказывать. Это к Елене. В личку ей пиши, она тебе поможет. Варус. Кто был забанен? Трэш и там Кенч против Браума. Решили забанить команду Клодной. Правильно сделали. Ну, а ТСМ и поработали по разным топ-ленерам. Самое смешное, они забанили всех топ-ленеров, которые побеждают Рениктоуна. Теоретически, они хотят играть в Реник, а и Клоднойны решили все же спалить своего топ-ленера. Это будет Тристана, что немножко выглядит как вызовом, вызовом Дабллифту. Дело в том, что Дабллифт на одном из своих стримов сделал какой-то там неплохой плейс за Тристану и сказал на этом стриме, что Сники такое никогда в жизни не повторит. Вот что интересно, что Сники никогда в жизни такое не повторит. Ну, вот Сники... Ну, это было не недавно, это где-то, наверное, почти год уже назад было. Тогда очень часто были эти вбросы от Дабллифта против Сники на стримах. Он постоянно говорил, что тот плохо играет на линии, нет у него хороших пауэрпиков, вообще ничего толком Сники не делает, просто все делает за него команда Клоднойна, а он потом добивает. И вот он там в одной игре за Тристану, то ли он там трипл сделал, уворачиваясь от скиллшотов, ну и вот сейчас мы видим с вами Сники на Тристане. И у команды Клоднойн то, что я вам и говорил, чистый 3-2 комбинация с Джарваном против Кледа. Ну, а команда ТСМ сыграла стандартный бутлейн, начало этого сезона в патче 7.1.7.2, самый популярный бутлейн это Джин Зайра. Так, Сильвер Джизус, ты, по-моему, меня не слушаешь. Ты, по-моему, меня не слушаешь. Наверное, ты хотел специально это, специально это хотел добиться. Я вроде все сказал вслух, видимо, ты стрим не слушаешь тоже. Как-то сделать. Наверное, так делается. Я просто не знаю, как это делается. И дадим тебе тайм-аут. И дадим тайм-аут. Я видел, там еще было какое-то сообщение. Где я видел сообщение? Вот, Ефриду дадим тайм-аут на всякий случай. И Блэкшарк, ты, извини, но просто тоже тебе дадим. Спокойно сидим, смотрим игру. Тайм-аут, 10 минут перерыва, ребят. Всем чай. Всем чай. 10 минут перерыва. Идите чай пить. После чая вернетесь, будем дальше разговаривать. Ленка не врет, реально работает. Игорь. Красавчик, ты уже проверил? А ты какой-то быстрый, Игорь. Какой процент винрейт на эту игру команды? Ну, давайте смотреть. Вместе Клет против Джарвана. Однозначно будет за Клетом. Насколько долго будет его доминация, я не знаю. Просто мне кажется, Джарван через свои стандартные предметы с Граспом, он не будет умирать от Клэда. И будет всегда у него возможность дать ульту и на комбинации убежать, так как Клэду... Ну, Ешка не помогает гоняться за Джарваном. Что касается Свинскерина на Элизе против Грагас, это чуть-чуть доминация за Элизе, но я это много раз уже говорил. Ну, а так, линия... Наверное, все же опять за Клауд Найнами. Ну, не наверное даже, а точно. Я сейчас вот к Батлейну, когда смещаю, я сразу вижу, насколько же там доминация идет. Боже, ты мой. Там 300 напротив Джина. Просто Адекерри, который выше семерочки, да даже сейчас, вот сколько бы я вот смотрю, Адекерри, вот это Джин. Не Дабл Дифто, ребят, имею в виду, а именно Джина. Джин у нас, получается, наносит очень мало урона. Вообще очень мало. То есть такое впечатление, что он просто как саппорт дает ульту, немножко замедляет, и все. Я ему даже с семерочки готов уже понизить его полезность до шестерочки. То есть, если раньше Ашая влиялась к нему просто контроль, теперь она жуткой контроль является к нему. Ну, а Тристана это реальный монстр в лейтгейме. И самое смешное, у команды ТСМ против Тристана, по сути, кроме Зайры и Кракача нет ничего. Клет ничего не сможет сделать Тристане, но вот есть одна проблема у команды Cloud9. Как выстоять эту линию, потому что Браум это просто милишник инициатор, а Зайра с Джином это харассеры на линиях, и они будут мучить, мучить и мучить команду Cloud9. Если только не сделать какой-нибудь чиз-за у нас контракт. Но мы видели много раз, как контракт тупо игнорировал ботлейн команды Cloud9, туда не приходя. Вот он, прокаст, видите, у Сники уже нет хп. Уже тяжело, правда, Байфрос тоже пропустил парочку автоатак. Что касается этой линии, Корки является прямой контроль к Ариане, ну, как и к Синдре. В мидгейме адовая доминация, за счет предметов Ариана ничего с ним сделать не сможет. Но в лейте она его аутскейлит. И вот то, что сейчас Берксон играет в минус по фарму, тут у нас, кстати, уворачивался бодислаймом на своей Ешке от Кокуна и Лизы, от Ешки и Лизы, уворачивался у нас контракт. Но синий баф все еще апнут. Ариана не может подойти туда, может подойти Корки. И, в общем-то, и смути тоже не особо полезный. Дается там просветочка, и начинает синий забирать, будет ли Cloud9 воевать. Вот как бы здесь не выкинуть игру на этом файте. Знаете, этот такой вот файт, который, ну, нахрен он нужен. Вот правда. Три целых раска вызвал Байя Фроста, смути пол лица оторвал, и Дженсен вынужден возвращаться уже под вышку, потому что Корки сейчас очень быстро ее снова запушит. И, ну, не знаю, ну, ушел бы уже давно в чужой лес контракт. Причем успевал. Теперь сюда еще сместился и дабллифтер. Сюда сместиться не может. Смайт войну проигрывает. Контракт, ну, и зачем это было нужно делать. Ну, хорошо, что хоть не подрались. Вы знаете, что я болею за команду Cloud9 навсегда. Ну, просто иногда их принятие решения меня очень сильно удивляет. Вот как и сейчас. Пытается убить Свен Скерина. Свен прыгает, приземляется, и на флэше убегает в сторону. Пытается смутью убить. Смутью уворачивается от парочки спеллов. У нас сюда Рэй прилетает на телепорте. Хаузер тоже здесь. Что началось? Что началось-то, ребят? А началось то, что пытается Рэй догнать Хаузера. Хаузер убегает на флэше. Но рядом Дженсен, который дает свои прокасты, но урона не хватает. Синий баф уже здесь. Бьерксон и массовые флэши команды Cloud9. Сники с этой стороны зацепляется за дабллифт. Но у того, четвертая автоатака. И Сники решает, лучше я просто отпрыгну. Что произошло только что? Это было, знаете, накопилось. Это называется накопилось. То есть это то же самое, что у вас и в чате. Если бы я сейчас рукой, так сказать, модератора, большой рукой модератора не побанил людей, которые все это провоцировали, то, скорее всего, произошло бы то же самое. Все бы начали бить друг друга, но никто бы никому толком урона не нанес. Но бессмысленно все произошло бы. 50 на 50 голосование прошло. Массовый размен с амунерами. Да, и самое обидное для команды Cloud9, что из-за того, что Сники сразу не подошел, сразу не подошел. Знаете, такая вот есть теория у меня, но она и правильная на самом деле, математическая. Если ты не подходишь сразу, то уже и не надо подходить. Дело в том, что он потерял линию. И его сейчас ротит, дабл, и он отпрыгивает на прыжке. Ну, это дисбалансная фигня. Кто не знает, Тристана может из Хука Эза, из Хука Трэша выпрыгивать, если одновременно было все прожато. Ну, и Сники сейчас просто опыт зарабатывает, а линия-то фризится, и ничего с этим не поделается. Мы сюда пришел, ну и чуть-чуть-чуть-чуть у Сники настроение повысилось. Да, Бьерк и Дубллифт, кстати, оба действительно не тратили саму нерспелы. А Сники Хилл тратил на спасение Браума. Ну, и вроде бы спас он как раз тогда его. Минус 300 золотых команда Клаудная найдет. В основном это все на ботлейне из-за того, что Сники подошел. То есть, я говорю еще раз, если бы он не подошел, а пропушил линию дальше, ну, что он там сделал? Подошел по Дубллифту сделать 4 автоатаки, да? Ну, где-то так. Так вот, если бы он не подходил делать эти 4 автоатаки, я пропушил бы свой вейв. Клаудайна могли сейчас на ботлейне иметь преимущество, причем довольно приличное по фарму, но в итоге получилось вот то, что получилось. Хаузер, по-моему, вообще ни одним спелом не попал. Ну, по крайней мере, урон у Рея по райу не был нанесен. Хороший здесь прокастик. Ульту решил не кидать Дженсен. Кстати, в том вот мини-интервью, которое я вот смотрел, на канале Клаудайна оно было выложено. Вообще-то это минус Хаузер будет по ходу. А может быть и нет. Дженсен идет прокастик, пытается кинуть какун. Свенскерин не попадает. Дженсен потратил. Клинс увернулся, за счет него убежал. Экзостом Бергсон его напугал. Но на топе я что-то не совсем понял. Рей вроде бы уже выиграл сражение, а потом решил отойти. Телепорта у него нет. И так как Контракт находится в красном лесу оппонентов, он решил просто уйти. Так вот, по поводу ролика. Ну, не с Контрактом, а с Дженсеном. Там был ролик. И в нем как раз таки было... О, показывают, что было закледов предыдущие. В предыдущей игре от него минус 1000 голды на 15-й минуте, но зато много урона. А нет, это вообще закледа статистика. Это не в предыдущей игре, это вообще закледа статистика. В среднем к 15-й минуте он 1000 золота проигрывает. Хаузер на клейде. Интересная статистика. Говорится о том, что Клет от него не самый лучший ленинг-фазер. Почему Инкарнейшн поменял Ник на Дженсена? Помните, мы обсуждали это. И как раз он заранее, по сути, дал ответ на этот вопрос. Ну, не заранее, а просто этот ролик. Я посмотрел совсем недавно, и вы этот недавно вопрос задавали. У нас тут ловят Байфроста на Пинкварде. Это, кстати, та ошибка, которая, по-моему, была уже от Байфроста на прошлой неделе. Но в этот раз это сработало киллом в пользу команды ТСМ. Почему? Потому что у Смути сраный экзост, а урона у Контракца не было. Просто Грагас и Браун не обладают вообще никаким уроном. Они не смогли даже убить Байфроста, у которого всего лишь 150 хп. Боже ты мой. Смотрим еще раз. Ну вот. Вроде бы ЦЦшки накинули, но там еще 100 хп осталось. Бесполезный экзост идет от Смути в последнюю секунду. Прилетает сюда Бьерксон на Валкирии гигантской, забрабатывает себе килл. Ух, ужасный старт для команды Клауд Найн. Камбэкать и камбэкать здесь еще. Работать и работать, как говорится. О, Елена снова прекрасная пришла. Видимо, этот бот теперь будет с нами всегда. Ну ладно, мой бот будет этот бот банить постоянно. Дженсен. Он сказал, что когда... Ну, кто не знает, Дженсен это его имя. И когда она была играть на прост-сцене, Риута ему спросили, мол, какой ник ты хочешь себе сделать? Вот американский Риута спросили. Ну, он говорит, ну делайте тот ник, который у меня, типа, в соло-ку. Они его сделали, но так получилось, что игроки из его команды, Хай, Боллс, Сники, Метеус, они его не называли Дженсеном. Они его называли все Инкарнейшеном, или сокращали Инк, или вообще Карнейшен. И его это немножко раздражало, потому что его-то зовут Дженсен. И он тогда решил на следующий сплит поменять себе ник в игре на Дженсен, чтобы все его называли Дженсеном. Просто, ну, это такой психологический фактор. То есть, ему хотелось, чтобы его просто все называли Дженсеном, а не было такого, что какой-то Инкарнейшен, что-то такое. А так, сам ник Инкарнейшен, он, ну, считает нормальный. Для соло-ку игры нормальный ник, все круто. Хорошая стяжка, кстати, минус корки может быть. Инкарнейшен наносит урон, и там 200 хп еще остается, но у него есть флеш, и он его сделает шикарный килл. Я не знаю, почему этого не видел Бьороксон, потому что я это видел. А может быть, это было что-то в стиле такого, если он рискнет, я успею увернуться. Мамке привет, говорит Дженсен Бьороксону. А он может знать мамку Бьороксону. На самом деле, они оба издания. Дженсен, по сути, по возрасту, там, на один год моложе Бьороксона, по-моему. Так что это два датских мидлейнера, у них здесь настоящая дуэличка. Кто же из них крутой мидлейнер? Ну и вот Дженсен сейчас доказал, что дело все в чемпионе. Видите, ребят, не в скеле, а в чемпионе. Один на один он побеждает Коркача, хотя Корки является контрпиком к нему, по факту, к Риане. Но, видимо, дело все в Риане, ребят. Недооцениваю немножко этого чемпиона, и мои старые данные по поводу, какие чемпионы являются контрпиком к ней, уже не верны. Хороший здесь врывчик идет, но отфлэшивается дабллифт. Идут флэши от команды Клэуднай, чтобы побежать. Рэя ловит. Но у Рэя есть комбинация. Он на ней сейчас даст подкидывание. Цепью его назад возвращает Хаузер. И Байфрост продолжает погоню. Рутит он здесь смутин. Но, кстати, сейчас можно отлететь. Рэй не знает, что он в кустах. Но какая же шикарная комбинация от команды Клэуднай. Минус два игрока. Команда ТСМ. Ботлайн пропадает зря. И я продолжаю повторять то, что говорил в прошлой игре. Грубейшие ошибки от обеих команд идут. Серьезно, кто гонится за Грагасом с флэшом, за три станы, которые ты догнать не можешь, за смутин с ультой браумовской, и за Джарманом с ультой. Кто такие погони продолжает, ребят? По-моему, только слабые команды. Неужели у нас реально два слабака здесь сейчас встречаются? Не могу поверить. Будем считать, что просто кровь в голову ударила, потому что здесь успел среагировать дабллифт и тут же отфлэшился. Видели, как классно он это сделал? Оба топ-лейнеры сюда прилетели. Элиза была на топе в этот момент. Потом она сместилась на Рив Геральтку и сейчас забирает нам, это показывают. Но вот этот чейс полная чушь. То есть вообще нет никакой логики в этом. И все. Флэш Ешка. Замедление. Экзост. С ульты просто Рэй туда впрыгивает, зажимает их внутри. И из катаклизма выйти не получается. Это первая игра? Нет, это Best of 3. Вторая игра. Счет сверху написан. 1-0. ТСМ и ведут. North American LCS это называется. Ну да, возможно. Ой, рутанули здесь Сник. Ой. Что-то икота появилась. Ультанули. Рутанули Сники, но он даже глазом не моргнул. Может не заметил. Ладно, хилку он на самом деле выпил из-за этого. Но ТСМ обладали небольшим преимуществом. Сейчас слили его в утиль. И реально Джарван, хоть и проигрывает по фарму 30-ку, но идет по золоту, наверное, даже впереди. Сейчас мы уже проводили вам эти интересные подсчеты. Правда, по левелу он отстает очень сильно от Хаузера. Хаузер 10-й левел, Рей 8-й всего лишь. К нему пак мопсов идет. Ну, скорее всего, он там 9-й апнет. Но ему нужна помощь. Напомню, что значит Сники W. Ну, зачем это тебе нужно? Это мемасик. Мемасик, который Сники с пьяным... Ну, Сники был трезвый абсолютно. В этот момент то ли пьяный, то ли обкуренный Метеус стримил. И они дуо попались. Ну, они не играли дуо, а просто в челленджере попались вместе в игру. Созвонились. И после этого решили продолжить еще играть вместе. И в одном из моментов Сники... Я вот не помню, за какого чемпиона это сделал. Честно, не помню, за какого чемпиона. Возможно, это был джин, потому что W у джина очень много урона наносит. И Сники своровал на Шору оппонентов. Это вот первый мем, который произошел. На Шора своровал через W джина. По-моему, это джин был все же. После чего так порвало это Метеуса, что Метеус начал смешным голосом, ну и обкуренным будучи. Рэй промахнулся комбой. Это вообще-то полная катастрофа. Ему надо убегать, но в него Хаузер ультует, и у Рэй теперь большие неприятности. Его просто убьют. Я не понимаю, почему Рэй просто не даст ульту, когда его вот так вот ловят, и не даст потом прокаст на выход оттуда. Нет, мы про Солоку сейчас говорим, Ярун. Ты сейчас говоришь, уже забегаешь вперед. Так вот, это Сники W произошло, и Метеус вот этим смешным голосом начал говорить, Сники W! И дальше, так как он был нетрезвый, он продолжал это повторять весь стрим, и каждый раз, когда Сники давал W, даже если не попадал, Метеус это продолжал. Ну, а потом на Reddit подборочка этого всего появилась. Ну, а самое смешное, на этой же неделе команда Cloud9 два раза застелила драконов и на Шоров, и вот в чем смех заключался, то, что Сники воровала-то разными чемпионами, используя именно W. И прямо в самой игре, и даже комментаторы английские, которые тоже эту подборку, понятное дело, видели, они следят за... про сцены, которые интерактивно проходят периодически в Солоку. Они тоже это повторяли, что Сники в своей W поражает этой неделю всех. Хорошая здесь попытка убить Дженсона, и Дженсона, кстати, убили. Вау! Очень было близко, чтобы Дженсона вернулся, но не смог он вернуться. Doublelift предугадал все сайдстепы, которые мог сделать Дженсона. Четыре выстрела подряд, Doublelift по нему попадает. И пока я вот так вот отвлекался, а Рэй, по сути, в Соло отдал килл на ботлейне. В Соло проиграл Хаузеру вот этот вот момент размена. И Cloud9 сейчас попали в такое вот очень плохое положение. У них нет мидлейнера, нет вышки. Рив Геральтка продавила им ботлейн вышку. Они ТСМ забрали дракона, и это был Инфернал с Оуш этим, с воздушным. Ну, двух разных драконов. И все. Три выстрела, говорят, попали там. Первый выстрел... Он Клинцом же снял вроде бы. Первый выстрел нет или мне показалось? Ну, может показалось. Ну, три так три. Суть в том, что четвертый он точно попал. Я нашел видео с Никитабл. Ну, может быть, это уже не то видео. Понимаешь, сейчас очень тяжело найти основу. Но если нашел, отлично. Потому что то первое видео, которое было... Да, первый выстрел не попал, а вот последующие три все попал. Так вот, первое видео... Да. Это лицо Дженсона стоит. Стоит этой смерти, ребят. Да, пуля дура, а штык молодец. Только в данном случае пуля оказалась молодцом, а вот штык был дурой. По поводу Сники Дабл, еще раз. То видео, оно не на Ютубе было. Оно было на реддите, выложено просто со стрима. Такая вырезка, там 30-секундная, как Метеус эту фразу произносит обкуренном Сники Дабл. Но дальше я говорю, главное добивание этого мема было то, что на этой же неделе, Клауд Найны, за счет Люциана Дабл Ю, Сники ворует Дракона и потом ворует в следующей игре за счет, по-моему, опять же уже Джиновской Дабл Ю, тоже Дракона. И вот так вот получилось, что это Сники Дабл появилось. Мемасик. Вот Пигрид, например, он своровал один раз вслепую на Шора и все, больше ничего не сделал. И мемасиков нет никаких вокруг него. А где сейчас Метеус? Он в запасных команда Пивана, но учитывая, что этот Йонг, молодой Майк, Майк Йонг, там такой парень сейчас основным джанглером является, проявил себя не лучшим образом, скажем прямо. Ему уже доверили сколько? Шесть игр, из них он выиграл только одну. Я не думаю, что стоит им так рано выпускать. Они взяли парня из Челленджера, молодого, перспективного, сильного по механике, дали ему первую неделю отыграть основу, он сыграл 0-4. Ну, то есть не 0-4 в игре в одной, а типа 0 побед, 4 поражения у команды было. На следующей неделе дали ему сыграть 2 best of 3. Он сыграл 1 победа, 4 поражения в итоге. И, ну, как мне кажется, ну не прокнул, ну бывает такое. Соло-ку игрок дико хороший, а вот дальше... Больше практики нужно ему в скримах. Больше практики надо сначала набрать, а потом выпускать на LCS. Просто по сравнению с Меттиусом, он просто мальчик еще. Меттиус абсолютно знает, как сноуболить игры, как держать игры под контролем. Что нужно сказать команде, чтобы она не развалилась. Вот здесь Рэя поймали 13-й левел Хаузер, у Рэя большие неприятности, но отпускает его, аккуратничает. Очень глубоко заходить не захотел. Команда Клоу-9, им надо реально камбетчить. Лейтгейм, конечно же, за ними. Сколько я там не говорил проценты, но сейчас скажу. Где-то 60 на 40 даже, наверное, 65 на 35. Но чтобы добраться до этого Лейтгейма, надо придумать, как это пройти. Врыв идет с трех сторон команды ТСМ, но врыв срывается. Идет Ариановская ульта, но она не задевает никого, потому что подпрыгивает на репале Свен Скеллен, и команда Клоу-9 отходит назад. Но раз они отходят назад, следовательно, ТСМ захватить могут снова контроль красной Валеса. И можно будет дальше организовывать даже на Шора. Но там, наверное, и команда тоже не тащит. Но там и лесник-то, он просто, ну, соло-кушный такой лесник. Там прям видно было. Я пару игр их посмотрел, и мы вроде одну даже комментили игру. Чисто такой соло-кушный. Келлы в начале, киллы какие-то потом рандомные в игре. Ни контроль карты, постоянно не с командой. Я думаю, если бы нам показали его Jungle Points, они там ниже 30%. Он постоянно где-то не с командой ходит. Ну, правда, он и чемпиона играл, Нидали. Там Нидали Варвик был, по-моему. И еще какой-то был от него чемпион. Сложновато будет через W с Ники своровать что-то в этой игре, да. Ой, как больно Рэю. И Рэй играет на своем мэйне. Ну, как на своем мэйне. И Лиза просто в соло победила его только что. За счет маски красного бафа у Рэя не хватает никаких показателей в этой игре, чтобы воевать. Хотя 2 килла он заработал, но стоять эту линию не может. Вот и какая-то обреченность в лице контракции, я замечаю. Как бы не сломала эта их игра. Хотя, я думаю, в этом смысле Cloud9 очень крепкие ребята. Ломаться из-за таких игр точно не будет. Они же прекрасно понимают, что они играют сейчас с TSM-ами. ТОП-2, как минимум, по статистике команды американского ЛЦСа на данный момент. А вообще, возможно, и ТОП-1 команды ЛЦСа. И надо остальных команд всех победить, а там дальше уже смотреть по итогам, что получится. Да, сегодня не удалось. Ну, Reaper, кстати, это тоже в интервью рассказывал. Там такое, не такое уж большое интервью, но сколько? Минут 10 оно идет на Ютубе команды Cloud9. Минут 10 идет, и в нем он как раз рассказывал, что... Ладно, подождите, у нас здесь в Ray идет инициация, Ray тратит комбу. Его все равно Tower дайвит, и он решает не ультить, чтобы оставить Хаузера внутри. Хотя команда была его рядом. Ну, ладно. Сники тем временем, кстати, пока они потеряли дракона и потеряли Ютубе, скорее всего, вышку ТОП-2 на ботлэйне, сломал ТОП-1 на ТОПе. И продолжает пушить дальше. Сники все отлично услугу, а тут Зайру поймали через Джарвановский флэш-проказ, и в этот момент переключается на Сенс Керрина. Смутит прыгает на W, кидает кушку, но не попадает с войны. А так, я думаю, Ray бы мог сейчас дать дальше комбу и ворваться. Так вот, в этом интервью он сказал, что... Ну, и с Ники тоже такое говорил уже в одном интервью. Они не понимали в начале сплита, что происходит, потому что все тренировки, которые были за две недели до чемпионата, за две недели до чемпионата, они проходили удачно. Это Дженсен, оказывается, сделал килл. Я тут сказал, что это Ray сделал. Ray тут вообще ни хрена не сделал. Он флэшнулся, дал автоатаку. Так вот, у них прошло идеально, то есть они никому не проигрывали. Наверняка тренировочные матчи играли и с ТСМ, и с Имморталами теми же самыми. Вряд ли они играли с аутсайдерами. Просто никому не проигрывали, и поэтому, когда на тренировке всех победили, они были уверены, что выходит на нормальную игру, уже все, в лучшей форме своей. Импакта тогда не было, они с Ray всех побеждали. Поэтому импакту и подарили спокойно. Езжай, мол, в Корею домой, отдохни немножко, родители там встретить, друзей, знакомых, пообщайся. А потом уже к середине сплита придешь, у тебя есть хорошая замена здесь. А тут такой провал. Ну ладно, Ray делает инициацию, стягивает трех игроков внутри себя. Идет хороший прокаст от команды Cloud9, но, к сожалению, Ray не такой был танковый. Он уже погибает, за ним погибает еще Браун. Сники пытаются отстреляться. У Сники очень много урона, но самое страшное... Оооо, Дженсен поторопился. Это, кстати, шагвейв был такой. Знаете, мне кажется, надо было шагвейв держать до последнего. То есть здесь вот как раз то, что не потрачено ульта Арианы, очень сильно влияло на команду ТСМ. Ну, благо ТСМовцы побоялись оно идти дальше. Они урвали двух танков, убили их и сейчас могут отойти. Давайте смотреть. Ray здесь поймали, он делает контр-инициацию. И Дабллифт занимает шикарную позицию, где ему никто угрожать не будет. Зайра отзонила часть команды Cloud9 и дальше Дабллифт расстрелял всех. Ну, а Дженсен по Хаузеру нет смысла тратить ульту. Ну, вот сейчас будет его ошибка, но нам ее недопокажут. Эти киллы ничего не стоили, на самом деле. Уже воскрес Ray, уже воскрес Смутти. Ничего, Cloud9 не потеряли с этими их смертями. Единственное, ну, морально подавлены немножко игроки. Все же им надо где-то всколыхнуться. Нет вардов там на нашоре, он отключен, я так понимаю, да. Но самое смешное, ТСМ все равно не начинают его, а просто сидят, ловятся. Здесь Контракт, Сники пытается помочь ему, и Сники убивает, по-моему, Свен Скерри. На Свену придется куда-то выпрыгивать, и он упрыгнул, но с автоатаки Дженсена все же его убивают. Хилл Сники спасает Контракт, и теперь Контракт уже вылечился. Слушайте, это Элиза мертвая. А знаете, что это чаще всего означает? Правильно, это означает рисковый нашор. Но Смайт Вайната точно будет за вами, и вопрос уже немножко другой. Сколько игроков погибнет? Если у Валкирия, у Коркия сильная, врыв идет команда Клауд Найн, они убивают Байя Фрост, разбегаются в разные стороны, и Байя Фрост не так много урон наносит. Будут ли продолжать делать нашора? Ну, пока делают. Бьерксон подходит с другой стороны, очень много Паука наносит. Контракт сделает врыв, дает замедление по Бьерксону, флешивается за Бьерксоном, три стана, и прописывает этот стан, который накинул Смути. Теперь уже, наверное, надо отступить. Сникки правильно делают, надо выбить просто Пинкварт и выпрыгнуть оттуда. Можно еще на Шора ударить. Рейндж три станы уже позволяет, она как-никак 15-й левел. Кто не знает, у него самый высокий рейндж в игре, 715, если я правильно помню. Получается на максимальном. Кейтлин тоже может через стенку атаковать. У нее 650 рейндж автоатаки начальной. Ну, три станы сейчас где-то в районе 670. Ну, и вот еще у нее три прироста по левелу будет, и будет у нее 715 тогда. Ну, если я правильно помню, число сейчас, может быть, ошибаюсь, чуть-чуть-то, может, 725 или 700 ровно. Не самый, у Кендрэйт самый большой. Кендрэйт большой только если она получит свои пассивки. Видишь? Если она не получает пассивки, нихрена не будет. Клодайн начинает делать на Шора, снимает телепорт с Хаузера, и самое смешное, они забирают на Шора. Не успевают уже никак в этот процесс ворваться ТСМ. Они убивают Браума, и, наверное, надо просто уходить. Рей пытается отфлэшиться, Контракс пытается убежать через стенку. Дженсен пытался уйти, не тратя свой флэш. В итоге придется ему все же его тратить. И Хаузер зря, по-моему, делает этот врыв, потому что его убьют, и вряд ли они что-то ТСМ, я имею в виду, заберут в ответ, потому что Дженсен на прыжке откатится. Ну да, но это Хаузер сейчас тельтанул, ребят. Он так сильно хотел не отпускать команду Cloud9, а в итоге просто отдал свой килл им. А в чем проблема была? Почему ТСМ потеряли контроль-то на Шора? Ведь все было у них хорошо. Выбили они пинг, да, там как бы Cloud9... Ооооо! Слушайте, а я знаю, кто будет забанен в следующей игре. Вот это вот я понимаю. Тристана механика. Человек прыгает, и с рейнджа рапидка уже есть, ребят. Infinity Edge есть. Тристана с рейнджа порядка... Там 150 добавляется к ее 700. Восемьсот пятьдесят дает автоатаку и прощается с игроком. Семьсот тринадцать мне подсказывает точное число. Ну, я округлил 700, типа, было сейчас. Сто пятьдесят рапидка добавляет, и просто до свидания. Зайра. Зайра даже не увидела, откуда пришел этот выстрел. Это почти что два флэша рейндж. Ну, кстати, это и есть два флэша. Там же 150 к 700. Это четыре... ну, 850. Так 669 или 713? Там два разных человека, разные числа пишут. Ну, вроде не 669. Я что-то к 700 помнил было число. Ой, Бьерксона проблема, но у него была еще Валкирия. Ульта Грагаса его замедлила. И сейчас, знаете, такая начинается игра уже Тристаны. И говорят, что нерв был, и поэтому ты неправильно помнишь. А, ну ладно, ну 669 это все равно больше, чем у Кейтлин. Так что все нормально. И крит у нее почти 100%. У нее 80% критов сейчас у Тристаны. Плюс прок идет магический крит. Не забывайте, прок идет с Ашина. И... Техозер теряет Скарла на убийстве этого дракона. Этот дракон вообще того не стоил. Сники W! А вы говорите, не будет сегодня Сники W. Была Сники W. Он прыгнул туда, так что можно считать, что это было чистой воды Сники W. Ну и Клауд Найне, по-моему, заканчивает эту игру после этого тимфайта. Потому что это был полный провал. Зачем вообще был нужен этот дракон так прям сильно команде ТСМ? Я не знаю. Быстренько подпышивает медлейн команда Клауд Найн. Минус два игрока, самое главное. Там мертвый Бьерксон и ЦЦ Эффект мертвый. Нечем будет воевать сейчас команде ТСМ. Зайдут просто Клауд Найн и наверх. Проломят ингибитор и потом поднимутся к Ту Плейну, где тоже очень большой пак мопсов идет. Реально Сники на своей W припрыгнул и говорит, все в порядке, пацаны. Пойдут они наверх? Нет, решили не рисковать. Посмотрите на Клауд Найнов. Решили совсем аккуратненько сыграть. Есть некий прыжочек, подходит. И вот рейндж. Вы просто взгляните на этот рейндж. Это легально вообще, ребят? Мне кажется, команда ТСМ даже не видели автоатаки Сники. Ну а так как ТСМ были все уже в идее... Это все автоатаки, кстати говоря, 300 найдут. Там эти числа по 800, которые заходили. Ну, суммарно по 800. Там 398 и 415. О, а вот это был соло-килл уже от Дженсона. Да, недавно вы только что видели вроде бы Элизу. И Элиза по соло-кушному только что умерла. Причем у нее и репел был, и флэш был. Все было, кроме реакции. И команда Клауд Найн с Нашором забирает 6000 себе в карман. И пропушивают дальше. Элиза мертва. Хотел флэш Е сделать. Контракт не попадает ей. Выглядело немножко бездарненько, но ладно. У Тристана очевидный будет бан в следующей игре. И точно я могу вам сказать, что... Джин, ну, совсем не чемпион против Тристана. Вы это можете видеть. Просто в этой игре идет инициация от Рея. Но эта инициация была сделана, чтобы выиграть время, ребят. Пока Клауд Найн и будут ломать вышки. Рей выполнил свою работу. Пошла джиновская ульта. Сники небольшие проблемы. Рей дает комбу, чтобы уйти в сторону. Очень битая команда Клауд Найн. Хороший врыв идет от Бьерксона. Но Сники с ним разбирается с трех автоатак. После чего переключается на Хаузера. Пытается убить его Сники. Сники дал автоатаку по крепу. Я это видел. Не знаю, видели ли вы. Дабл килл для Сники. Сники переключается на Байфроста. Прыжочек есть. Он делает его трипл килл для Сники. Уходит в сторону. Уворачивается от Свинс Керен. Свин приземляется. И Сники должен его добивать. И зарабатывать себе квадру. И это Пента, кстати, для него. Кто там спрятался? Кто в теремочке живет? Дабл Пиф. Дабл Пиф, конечно же, не подойдет. Это понятно. Пенты время есть. Но Клауд Найн очень битые. И за Пентой не пойдут. Хотя Рей дает подкидывание. Но Дабл Лифт пошел отдавать Пенту. Уже все же пошел в конце отдавать Пенту. Но не воспело. Пента закончится. Кто-то добил. Добил таки Нексус. Да, кстати говоря. Сники две игры подряд, кто не обращал внимания, получал бан Кеннона. Два бана Кеннона. Две игры подряд. А сейчас Тристана. Такая Тристана. Почти, что можно сказать, соло гейминг Тристана. Матч. Вот вам и Сники. Чего там не может Сники повторить? А, Дабл Лифт? Да? Ну, у них постоянно такая войнушка. У Сники и Дабл Лифта. Это не обращайте внимания. Они на самом деле постоянно общаются. Не то, чтобы они там друзья до гроба, не то, чтобы он, там, они все друзья до гроба и готовы жен делить вместе. Но, то, что они общаются и дружат, как можно вообще дружить в таких темах? Это есть просто, но вы не видели. Вот эти вот все моменты, эти диалоги, которые нам периодически показывают, монологи игроков, их всех в студии записывают. И они все приезжают вместе, игроки. Пока идет запись, они общаются, потом еще общаются. То есть, все это дружеские такие подколы. Пенту не может Сники. Двойной подъем. Да, да, да. Кстати, может быть, это был действительно вопрос по Пенту, по поводу Пенты. Кто Нексус добил рапорт ему? Там, по-моему, контракт добил. Да и Дженсен, не останавливаясь, добивал. Ну ладно, ребят, идем на перерыв. Счет 1-1. Серия продолжается. Счет 2-1.